Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канала Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря заседание Федрезер, в итоге которого будут подведены в 18.00 по GMT. Нас безусловно интересует фактическое решение по ключевой процентной ставке, но, наверное, еще больше нас интересует риторика главы ФРС Джерома Паула на пресс-конференции, которая состоится спустя полчаса после оглашения решения по ставке. 18.30 по GMT. Волатильность на рынке точно будет зашкаливать, поэтому заранее я еще в начале этой недели стал о вас предупреждать, что обязательно нужно контролировать риски, следить за загрузкой депозитов и так далее. Риск-менеджмент сейчас очень важен. Вы должны сосредоточиться на вашем торговом портфеле, понять, какие инструменты в нем очень сильно коррелируют, может быть, что-то стоит пока что убрать про запас и уже сделать наибольший акцент на те активы, которые, по вашему мнению, сегодня должны проявить себя во всей красе. Я допускаю, что сегодня очень интересную динамику могут показать как раз индекс американского доллара и золото. Тем более, что по золоту давно уже просится развитие восходящего импульса и потенциальный прострел в район 2 тысяч долларов за тройскую унцию. Давайте обо всем по порядку. Отмечу, что помимо решения по ключевой процентной ставке в США сегодня до самого решения в 14.30 по GMT будет еще опубликован отчет по запасам нефти в США. Этот релиз тоже очень важен, потому что это уже официальная статистика от администрации аналитической информации. За нефтью мы следим и нефть балует покупатели. Уже котировки 83 доллара за баррель. Наша цель долгосрочная 85 долларов за баррель. Ранее я отмечал, что учитывая темпы, с которыми нефть сейчас обновляет локальные максимумы, я готов пересмотреть целевые ожидания и уже ориентироваться на 90 долларов за баррель и потенциально повыше. Рынок нефти сейчас получает достаточную поддержку в виде ожидания еще большего сокращения предложений со стороны стран ОПЕК+. Это, как вы помните, отдельные индивидуальные действия некоторых стран ближневосточного картеля и участников аналитического пакта. И в совокупности это те меры, которые были еще некоторое время назад анонсированы по дополнительному снижению предложения с 1 января 2024 года, когда мы ожидаем, по сути, коррекции еще предложения на 1,6 миллиона баррель. Это много. Также поддерживает рынок нефти надежда на экономическое восстановление Китая. Китайское правительство анонсирует все новые меры стимулирования внутреннего спроса и программы увеличения заработных плат, которые должны, в принципе, оказать самое прямое воздействие на рост внутреннего спроса и положительно отразиться на росте китайской экономики. И в этом случае, конечно же, за ростом ОВП последуют и более высокие объемы потребления углеводородов. Также я отметил, что сегодня мы ждем запасы нефти в США. Если посмотрим прогнозы по предстоящему показателю, ожидается, что на прошлой неделе запасы снизились на 2 миллиона баррелей. Это вполне логично, учитывая сезонный спрос, а также действия властей по продаже стратегических резервов. И если сегодня, опять же, фактические цифры будут примерно такими же, или, скажем так, со знаком минуса, неважно, насколько, этого будет достаточно, чтобы оптимизм на рынке черного золота сохранился, и Brent начал претендовать на движение повыше. Индекс доллара топчется в районе 101 пункт. Наверное, критиковать американскую валюту сейчас не нужно, потому что понятно, что в преддверии ключевых важных событий трейдеры начинают проявлять больше осторожностей и не торопятся с открытием новых сделок. Но решение ФРС по ставке и пресс-конференции с анонсом прогнозов по экономическому росту, по инфляции, конечно же, предполагаемое предоставление нам дорожной карты будущих действий, это заставит и покупателей, и продавцов выйти на рынок. Но вот кто в итоге окажется сильнее, если вам интересна моя точка зрения, я рассчитываю на то, что это будут продавцы. Много раз уже акцентировал ваше внимание, что в пользу того, чтобы американский регулятор же повысил процентную ставку в этом месяце, но последний раз говорит очень много индикаторов, это слабый отчет по non-farm perils, снижение инфляции, слабость рынка недвижимости, удручающее положение промышленного сектора, снижение рыночных продаж, это, по сути, релизы, которые мы разбирали последние несколько дней, недель. И не вижу ни одного обстоятельства, ни одного условия, при котором можно было бы сказать, что Федрезерву не стоит торопиться с отказом от жесткой монетарной политики. И следом за июльским повышением процентной ставки должно последовать еще одно повышение в последующих месяцах и на последующих заседаниях. Моя точка зрения не меняется, она совпадает с точкой зрения многих аналитиков, многих инвесторов и трейдеров, которые следят за фундаментальным фоном, и эта точка зрения очень простая. Повышение ставки, которое мы ожидаем сегодня, не важно, насколько, на 10 байсных пунктов, на 20 байсных пунктов, это последнее в текущем цикле ужесточения денежно-кредитной политики. И на пресс-конференции, скорее всего, Павлу придется в каком-то формате, используя разные формулировки и слова, но анонсировать отказ от будущего. Ужесточение политики, повышение процентной ставки, что должно быть воспринято как подготовка Федрезерва к предстоящему смягчению экономической политики, что тоже будет неизбежно, если экономические условия останутся еще хуже. В этих условиях доллару просто не на чем будет расти, хотя я допускаю, что в момент решения по ставке и до начала пресс-конференции волатильность может помочь покупателям выйти на новые локальные максимумы. Но, думаю, что выше 101.50 индекс доллара при всем желании уже вряд ли пройдет. Золото 1964 доллара за тройскую унцию, индекс настроений практически 30%, то есть подавляющее меньшинство сейчас в покупках, 70% золота шортит. Я по-прежнему смотрю на график доходности 10-летних трежерис, сегодня с открытия торговой сессии десятилетких доходностей снижаются, текущий показатель 3.69, точнее 3.89. И я допускаю, что при реализации того сценария, который был озвучен в плане риторики Федеризерва, доходность трежерис может провалиться до 3,7%. Если это произойдет, то золото будет тестировать отметку 1990-2000 уже в рамках текущей торговой сессии. Пара евро-доллар 1.1048, учитывая высокий показатель корреляции индекса доллара и европейской валюты, я принял решение пока что евро-доллар убрать из портфеля. Завтра сделаем на нее наибольший акцент, потому что он будет уместен, учитывая, что завтра заседание Европейского Центрального Банка. А сегодня следим за долларом и, соответственно, за действиями Федрезерва. Британская валюта 1.2887, несмотря на снижение инфляции в прошлом месяце, последний опрос рейтерс показывает, что, возможно, базовая инфляция еще не миновала своих пиковых уровней и, в принципе, основной индекс потребительских цен, потому что в Англии по-прежнему фиксируется рост цен на очень важные товары, продуктовые потребительские корзины, продовольственные товары, энергию, что, как мы знаем, напрямую влияет на показатели инфляционного давления. Я ожидаю заседание Банка Англии, это уже в следующей неделе. Вот это заседание будет очень значимым для фунта и при прогнозе повышения ставки на 50 байсных пунктов британская валюта легко может снова прорваться выше отменки 1.30. То есть здесь установка непосредственно на будущее действия британского регулятора и на то, что фунт сможет выиграть от этих решений. И доллар канадец 1.3182. Текущие котировки, помимо рынка нефти, который поддерживает канадца, ждем еще пятничную статистику по ВВП Канады. Ожидается, что в мае показатель был очень хороший. Нас ожидает рост на 0,3-0,4%. Сильно контрастирует с апрельскими цифрами, когда повышение было всего лишь на 0,1%. Поэтому эту сделку тоже оставляем в нашем портфеле. Друзья, ждем итоги заседания ФРС. Еще раз, обязательно контролируйте риски, следите за загрузкой депозитов. Это, как и всегда, очень важно. Спасибо за внимание и всем хорошего трейда.